А сейчас мы переходим на Юлю, которая сделает нам обзор текущего состояния, что у нас происходит о кибербитве. Юля, привет! Я очень рада вас снова здесь увидеть. Вова, спасибо за то, что передал мне слово. Я обещала вам, что мы вернемся еще к нашему макету государству. Но сейчас у нас прогулка будет гораздо интереснее, чем утром. Она длиннее, но интереснее, потому что Владимир Назаров, который сейчас появится со мной в кадре, вот он, Владимир Назаров, он сейчас заберет у меня микрофон, будет использовать мои руки, я надеюсь. А я буду всячески ему помогать в демонстрации того, что может произойти с целой большущей отраслью и как проблемы в ней могут сказаться на других предприятиях. Правильно? Да, все верно, Юля. Да, все верно. Как я, наверное, утром уже говорил, но может быть кто-то не смотрел, у нас нефтяная отрасль представлена вот этими новыми тремя сотами. Вот, первая сота – это добыча, дальше вторая – транспортировка и хранение, вот, и, да, вон там это эзервуарный парк, а чуть дальше, третья сота – это нефтеперерабатывающий завод и сбыт, да, это вот АЗС на заднем фоне у нас расположено. Вот, начнем, да, что мы будем показывать? Собственно, Юля, откуда берется нефть, что ты знаешь из школы? Расскажи, пожалуйста. Из земли. А в земле там что-то долго, миллионы лет, что оно там делало и из кого там все это произошло, Юль, что ты видишь у нас на макете? Там явно что-то разлагалось, остался один череп. Да, у нас тут небольшая пасхалочка, вот, собственно, как бы это отсылка к тому, что, собственно, откуда берется нефть? Да, это вот все долго в недрах земли под высоким давлением органика вся лежала, да, превращалась в друг друга, да, и все это превратилось в итоге в нефть. Все, вот как мы сейчас это добываем. Добывает сейчас, что, ну, не надо пальцы пачкать, да, это же все нефть. Вот, добывается это, соответственно, в скважинами, вот, в скважине либо у нас электроцентробежный насос погружной, вот он, сейчас он остановился, вот сейчас он крутится, да, видно. И, соответственно, по трубам поднимается наверх и уходит в узел учета. Вот, либо классическим вариантом это станки-качалки, которые точно так же поднимают штангу, и по трубам все это через замерную установку, все это уходит на переработку, на подготовку, а потом транспортируется. Вот, соответственно, у нас скада, в которой мы видим, это сейчас как раз тот самый погружный насос, вот, сейчас меняется мемосхема, где мы видим все, в целом, как происходит замер, вот сколько идет с насоса работающего, с качалок, вот, и вот замерная установка. Это мемосхема, как качалочка, работает со всеми параметрами. Собственно, снизу в нашей тумбе у нас стоит контроллер, да, который управляет, собственно, всем месторождением. Да, сейчас Юля немножечко к нему встанет, припадет на колени, вот, я ей открою волшебную дверку, в которой спрятана. Выключатель карты памяти, да, вот с левой части есть выключатель, Юль, видишь, там положение ран, и, соответственно, вот ран, вот, дальше здесь вот горит светодиод слева сверху, то есть контроллер сейчас в состоянии ран, он выполняет программу по, заложенную в нем по управлению добычей нефти. Рем, да, это удаленное состояние вниз, это прок, вот, когда ты переключаешь прок, он, соответственно, останавливает выполнение программы внутри, сейчас он в положении ремоут, то есть он позволяет собой управлять удаленно с помощью патч-корда. Вот, этот патч-корд как раз уходит у нас туда, в киберполигон, к нашим, вот, красный угол хакерам, вот, их, собственно, задача сделать то, что ты сейчас сделаешь. Удаленно, да, мы можем, например, выключатель дернуть вниз, вниз и остановим, давай, ура, что мы видим? Мы видим, что сота остановилась, качалки остановились, электроцентробежный насос в скваже не перестал вращаться и добывать нефть. Ты видишь все, да? Вот, да, соответственно, как бы, вот на этой соте, да, мы, ты сейчас, как и должны сделать эти хакеры в течение оставшихся двух с половиной дней, должны остановить добычу нефти. Юля, включай, практически как, чуть выше состояние ран, надо включить, потому что, видишь, индикатор не зажегся, все, ты включила, смотри, все побелело, мнимосхема опять заработала, качалки заработали, насос закрутился, да, практически ты, как шейх, опять запустила наше огромное месторождение. Вот, ну, в принципе, у нас же, да, там сотус с качалками уже была, как бы, да, 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 давай, ты будешь задавать мне, ну, это буровая плавучая, которая работает в наших океанах, мы, собственно, нефть можем давать не только на суше, но и еще в океане, да, вот это все, вот это, то есть это буровая, вот, и потихонечку сборовых установок с помощью, там, видишь, есть много полезных всяких вещей, которые живут в море, кроме нефти, что там у нас еще спрятано, Юль, на, прокомментируй, пожалуйста. Тритон, Тритона вижу, а он вам что добывает? Мне кажется, это Нептун, это, как бы, у нас наши коллеги небольшую пасхалочку сделали. Я хочу сказать, что Нептун и Тритон, это, по-моему, одно и то же, только один грек, другой римлянин. Возможно, возможно, но видишь, там еще и рыбу можно добывать, кроме нефти из моря, да, вот у нас есть рыболов, который это добывает. Вот, собственно, море, это, опять же, путь, по которому нефть транспортируется, вот, то есть у нас там танкер и трубопровод пошел на другую соту. Да, у тебя есть вопрос, конечно, задавай. А вот так, вот так, вот так делать нельзя, это селфи в опасном месте, это опасно для жизни. Судя по майке, это я должен быть, ну, там, у меня нет, если у меня нет еще опасного. Итак, вернемся к транспортировке нефти, соответственно, с добычи, после добычи нефть уходит у нас, как я уже говорил, с помощью трубопроводного транспорта, либо железнодорожного, нефть перекачивается из хранилищ, да, вон там первичное хранилище, там, какие-то большие на нефтебазе у нас расположены хранилища, вот, где мы, видимо, да, вот, соответственно, железнодорожный, транспорт сейчас, ну, вот, цистерны, происходит их наполнение вот в этом вот здании, которое называется установка тактового налива нефтепродуктов. А на ближнем фоне, вот, вначале, это нефтеперекачивающая станция, которая, соответственно, да, вот там двигатели вращаются в разрезе, там видно, что происходит, они под давлением перекачивают нефть по трубопроводам. Но, давайте вернемся, наверное, к резервуарам сейчас, которые на заднем фоне, и мы вот, вот, отсюда можно показать скаду, соответствующий контроллер зрителям. У нас здесь есть скада, который всем управляет, давайте посмотрим в нее, вот, соответственно, резервуарным парком у нас управляет вот этот, вот эта тумба, вот эта вот скада, и вот этот, соответствующий контроллер, да, который, нынче это Шнайдер Электрик, да, Мадикон М340, вот. Здесь мы видим резервуарный парк, вот, но такая штука у нас была в том году, полгода назад, вот, тоже было хранилище, и, да, там вот это вот происходило перекачка нефти. Мы в этом году улучшили и приблизили к реальности все больше то, что мы сейчас сделали на полигоне, мы добавили второй контроллер, вот, с желтыми полосочками, да, это Сименс 1200, но это с литерой F, это противоварийная защита, так называемая. Это контроллер, который предотвращает аварии, которые могут случиться на производстве, вот, точно работает в паре с основным, но он контролирует только критичные уровни, где могут случиться аварии, потому что основным процессом управляет основной контроллер. Вот, сейчас мы попробуем, попросим Юлю, или давай я сделаю, а ты, давай, 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 ты пока будешь говорить, а я сделаю. Сейчас попробуем перелить нефть, перелить нефть, вот, из этих вот бочек, прямо наружу. А, вот, там, который самый дальний? Да. Ага. А клапана, это сверху вот эти красные грибочки? Нет, это дыхательные клапаны. Сейчас мы здесь вот попробуем все это показать, соответственно, у нас сейчас там перелива, наверное, не будет, мы будем смотреть в скаду, давайте лучше смотреть в скаду со зрителями, потому что там сейчас работает противоварийная защита, так называемая, вот, и не даст нам сделать перелив. В чем вся сейчас эта история, о том, что второй контроллер, он как раз сделан для того, чтобы не допустить вот атаки, которая была полгода назад на этот, на этот контроллер. Значит, что мы делаем? Мы должны мышкой вот на экранчике открыть вот эти клапана на постоянку и перевести, соответственно... Что-то мне так отсвечивает, я, честно говоря, ничего не вижу, кнопки сейчас, извините. Сейчас я переключу его в ручной режим управления, то есть мы сейчас, в принципе, эмулируем те действия, которые делали... Вот, я сейчас перевел скаду в ручной режим, вот, соответственно, страницу у нас остановился, сейчас ничего не происходит. Вот, да-да-да, вот клапан клапана, который вот здесь вот расположен, они, соответственно, желтый, они закрыты. Вот мы сейчас вручную открываем клапан, вот кнопочка open-close, вот, открываем, и у нас сейчас происходит налив. Все, я убрал, все, прошло, да, Юль, ты же видишь, что циферки растут, вот этот индикатор растет, да, циферки, соответственно, растут. Вот, и... Ну, там пока ничего не происходит, да, там у нас как бы только в момент аварии все прям попрес, сейчас ничего не будет, потому что на самом деле, когда случится, мы придем к аварийному уровню, вот этот вот маленький логотип, Emergency Shutdown, он сработает и не даст перелиться этой, да, вот смотрите, желтый цвет, желтый цвет, сейчас на скайке случился, сейчас уже красный, все, как будто это критический уровень, сейчас достигнутый, должен случиться перелив. Но, сработает Emergency Shutdown, это второй противоварийный контроллер, и не даст нам ничего перелить. Как это он не даст перелить? Вот, сработал, смотри, Overflow Protection, сработал вот этот клапан аварийный, и все отключил, все, соответственно, что мы видим, что у нас сработала защита вторым контроллером, он отключил, вот клапан его именно ESD-шный, и перелив не случился, вот, не случился. Давай переливать, значит, чтобы, логически, что надо сделать, чтобы устроить, все правильно, ты сможешь что-нибудь маникюром разъединить, вон тот вот разъем, или давай лучше я сделаю, да? Да, разъем, давай, хорошо. Так, нам, соответственно, надо, что мы сейчас сделаем, мы сейчас нашими помощниками отключим ESD, это вот этот контроллер, да, соответственно, не-не-не-не-не, смотри, снизу вот лежит, вон, разъемчик, да, вот этот вот, там маленький замочек сверху, надо на него пальчиком, вот здесь вот над пальчиком нажать, вот здесь нажать, да, нажимай, нажимай на крышку, и тяни в разные стороны, тяни, тяни, две штуковины, все, все, ничего страшного, смотри, все лампочки на контроллере погасли, мы его отключили, здесь на SCADA у нас зажглось, что, соответственно, emergency shutdown system отключено, все, она больше не работает, значит, теперь мы можем опять попробовать открыть клапана вручную, ты хочешь нажать, ну, пожалуйста, вот, соответственно, у нас меню, которое всплыло, вот, давай сейчас не будем нажимать, смотри, у нас, что мы видим, что ESD у нас отключено, все, да, система больше не защищена, и после того, как ты нажмешь, вот там вот случится перелив, да, open, можешь нажимать, вот, да, сейчас, сейчас все переключится, все, оно пошло, видишь, все, в режим наполнения, все, пойдемте смотреть на сам резервуар, потому что сейчас мы включили перелив без защиты, и вот сейчас насос на постоянку будет нам наполнять этот резервуар, потому что больше контроллер противоваренной защиты не работает, а ты давай смотреть на уровень, и ты будешь подсказывать, сколько осталось, ну, он же сейчас индикатор, мы видим, что только на 3, можно ускорить это, вместо 400 поставить 800, например, коллеги, не, не, ты ничего не делаешь, просто смотри, пожалуйста, уже 500, уже 900, все, давайте снимать резервуар, сейчас Юля нам начнет кричать, а просто скажи, когда станет желтая, пожалуйста, уже желтая, и вот сейчас, смотрите, Юля закричит красная, осталось какие-то считанные секунды, так, у Юли трясется рука, нет, все должно стать красным, все стало красным, и включаем, соответственно, перелив, вот сейчас у нас вся сота заморгает красным, вот, Юль, смотри туда, смотри, что случилось, видишь, у нас волны пошли, все, у нас насос включился, на, потому что уже случился, ну, вот эта вот подача началась, да, все вокруг стало красным, вот, мы видим, что все бурлит, уровень явно стал повышаться, правильно, Юль? Да, да, но я сейчас уже про макет рассказываю, видишь, он повышается, вон он уходит уже за верхнюю серую грань, и сейчас, и, да, там же, я надеюсь, крупно всем все видно, сейчас из дыхательных клапанов что случится, когда насосы снизу мощно, несколько мегаватт, качают туда, вот, да, видишь, через дыхательные клапаны, начало переливаться, это нефтепродукты, это бензин, да, это нефтепродукты, по легенде, вот, итак, соответственно, с хранилищем, давайте вернемся к контроллеру, все, Килл Ксич, отключай обратно, пожалуйста, все, мы сейчас все вернем, да брось здесь все, соответственно, здесь у нас на хранилище, в отличие от того года, да, появился другой контроллер, противоречная защита, она работает, и, соответственно, задача хакеров, как будто в задании осталась такая же, им необходимо устроить перелив, как и в том году, но им теперь нужна Юля, нужно обойти второй контроллер, отключить его как-то и достичь этого эффекта, да. Им нужен инсайдер, правильно? Я была инсайдером. Нет, потому что, смотри, смотри, во второй контроллер тоже есть патчкорд, все, ты верни, пожалуйста, и уже обратно подключить, чтобы они могли это сделать удаленно. А, включить надо. Вот сейчас они, пока ты не включил обратно пас, да, они могут как раз это устроить, как аварию, как в том году, а вот сейчас, просто как ты все запитал, смотри, сейчас лампочки зажутся, включатся входа, и пас вступит на свое законное место по защите от перелива резервуара. Вот, и для хакеров в итоге нужно сделать, вот, видишь, все, зажглись лампочки, ЕСД у нас позеленело, клапан его вернулся, и все, резервуар опять под защитой противоаварийной автоматики. Продолжение следует...